Украина сегодня запретила движение по своей территории российских большегрузов, обвинив в этом саму Россию. Решение правительства в Киеве, по сути, узаконило так называемую блокаду, установленную несколько дней назад вооруженными отрядами, которые действуют как бандиты. Такова оценка наших властей. Ответные меры уже приняты и не исключены новые. Репортаж Александра Черепниной. Без документов и полномочий, просто с жезлом в руках. Они тормозят фуры еще на подъезде к границе. Блокпосты там, где сами решили. Машины вынуждены парковаться на обочине или прямо на проезжей части, выстраиваясь друг за другом на протяжении километров. Акция бессрочная. Хлопцы будут стоять столько, сколько нужно. Чтобы было ясно без слов, что за хлопцы командует на импровизированном пропускном пункте, среди украинских флагов еще один, запрещенного в России правого сектора. Чей почерк узнаваем в деталях. Георгиевские ленты на бортах большегрузов тут же закрашиваются в желто-синий. Задерживаются фуры только с российскими номерами. Вы белорус? Конечно. Точно? Дуже дякую. Благодарю. Мы лично вас не задерживаем. Мы задерживаем фуры с российскими номерами и товарами. До того, что среди этих товаров есть оплаченные европейскими компаниями, от задержки груза в пути они могут понести большие убытки, здесь никому дела нет. Понимаю номера. Ну, все ясно. Возгрузка? Ну, понятно. Ну, опять же, мне нужна охраняемая стоянка. Я не могу обучиться. Проезд для наших фур блокируется четвертые сутки. Пропускные пункты вдруг появились на территории десяти областей, граничащих и с Россией, и с другими странами. По последним данным, на территории Украины задержаны более ста грузовиков. Еще около пяти сотен машин не могут въехать туда из Европы. Что будете делать, если неделю займет это все? Посмотрим, стоять будем. Организаторы акции требовали от украинского правительства одного. Закрепить самопроизвольный захват дорог законодательно. То есть вообще закрыть проезд российским грузовикам по украинским дорогам. В местном Кабмине сначала делали вид, что вообще ничего не происходит. Потом объявили, на заседание все же соберутся, ближе к вечеру. А затем с заявлением вдруг выступил премьер Яценюк. С решением, видимо, так спешили, что приняли его даже раньше обещанного срока. Украина временно приостанавливает действия транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации. Что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями Российской Федерации по территории Украины. Мы требуем от России безотлагательно выполнить требования ВТО возобновить транзитное движение украинских автотранспортных средств. Обвинить во всех своих бедах Россию, вместо того, чтобы решать проблемы внутри страны, для украинского правительства давно стала традицией. Это, конечно, гораздо проще, чем найти управу на радикально настроенные группировки. Почерк узнаваем. Сначала устроить провокацию, а затем чего-то требовать от российской стороны. Дело вид, что Украина тут вообще ни при чем. И премьера Яценюка совсем не смущает, что это на украинских дорогах заблокировали проезд нашему транспорту. А мы ввели ответные меры. И никак не наоборот. Сложившуюся ситуацию сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это абсолютно противоречит нормам международного права, принципам международной организации, которая занимается международными перевозками. Безусловно, это абсолютно возмутительно, когда при попустительстве властей на Украине подобный беспредел творится в отношении наших перевозчиков. Ситуация обсуждалась и на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Говорили в том числе и про то, кто на самом деле диктует на Украине законы, которые местным властям остается только закрепить на официальном уровне. Насколько я знаю, какие-то сумасшедшие пытаются останавливать наши большегрузные машины. Как обстоят дела на территории Украины и какие меры предпринимаются для разрешения ситуации там и в случае необходимости ответные шаги, какие предпринимаются у нас. В настоящий момент остановлено порядка 100 фур. Российские водители находятся под угрозой применения оружия. Кто этим занимается? Это незаконные вооружённые формирования или же это какие-то украинские силы? По сути, это группировки, связанные с правым сектором. Бандиты, то есть? Да. Минтранс проинформировал украинскую сторону о том, что мы также будем останавливать сыру украинских перевозчиков. И мы начали это делать. Мы с вами понимаем, за всё, что происходит на территории Украины, отвечает украинское государство. Власти на Украине нет. Или, иными словами, у власти находятся вот эти экстремистские группировки, которые либо подчинили себе государство, либо, во всяком случае, государство на них никак не реагирует. Это безобразие, это нарушение всех международных правил перевозки. На это нужно адекватным образом отвечать. Эти ответные меры, которые были приняты для того, чтобы побудить украинскую сторону с этой ситуацией разобраться, дополнительные контрольные полномочия, необходимо использовать в настоящий момент в отношении всех видов транспорта, которые двигаются с территории Украины. Потому что, если они не способны навести у себя порядок, то мы вынуждены будем на это соответствующим образом реагировать. С такой оценкой происходящего на Украине, как ни странно, сегодня согласился и глава украинской фискальной службы, назвав все-таки вещи своими именами. Где-то на трассах происходит блокирование общественностью, волонтерами или какими-то ангажированными людьми. В реальности это преступление. Это не позволяет нам, как стране, выполнять международные обязательства. Украину в качестве транзитного пути в Европу и обратно российские дальнобойщики стали выбирать чаще именно в последнее время. В начале февраля свои дороги для наших грузовиков закрыла Польша, после того, как в Москве и Варшаве не удалось договориться об обмене квотами на грузоперевозки. И Закарпатия стала популярным маршрутом объезда. Теперь, как бы ни попадали наши фуры в Европу, через Латвию или через Белоруссию, затем в Литву, это теперь два самых распространенных пути, дальше только паромом. Такая дорога, безусловно, потребует больше времени и денег. И все же потери для российского рынка будут не настолько ощутимы, как для украинского. Большая часть наших грузов, 80%, в Европу или обратно едет морем. Еще 12% по железной дороге и только 8% на фурах. Украина же везла автотранспортом через Россию в Казахстан и другие страны СНГ, являющиеся ее основными торговыми партнерами, приблизительно 23% от своего экспорта. Наша территория для нее единственный сухопутный путь. Альтернатива по морю и суши, затем опять по морю и опять по суше. Через Грузию и Азербайджан, в Казахстан и далее с несколькими перегрузками. Для Украины это смерть, от которой его может спасти, например, какое-то чрезвычайное заседание Еврокомиссии, которое усилием воли увеличит в 10 раз квоты для украинских товаров. В реалиях такого не бывает. Запрет на движение украинских фур по территории России наш Минтранс ввел со вчерашнего дня. И о его отмене не может быть и речи, пока беспрепятственный проезд по своим дорогам не обеспечит нашим фурам Украина. Александра Черепнина, Анаток, Мария Левченко, Павел Петров, Первый канал.